Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Наши зубы выполняют огромную функцию в нашем организме. Они помогают нам в пережевывании пищи, участвуют в произнесении звуков и формировании нашего внешнего облика. Но наряду существуют патологии, которые могут отнять у нас все это добро. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами информационно-познавательная телепередача «Семейный доктор» и тема нашей программы «Кариес». Хотите узнать все об этой патологии? Тогда не переключайтесь, будьте с нами. Сегодня насущным и актуальным вопросом остается вопрос касательно здоровья нашей ротовой полости. Зубы являются производными слизистой оболочки ротовой полости эмбриона. Эмалевый орган развивается из эпителия слизистой оболочки – дентит, пульпа, цемент и парадонт – из механизма слизистой оболочки. Развитие зубов протекает в три стадии. В первой формируются закладки зубов и их зачатки. Во второй происходит дифференцировка зубных зачатков и в третьей – образование зубов. Все эти процессы начинают возникать еще в утробии. И здоровью ротовой полости может воспрепятствовать распространение патологии, с которой сталкивается каждый из нас – кариес. Карис – это с латинского переводится гниение, заболевание твердых тканей зубов, происходит поражение твердых тканей зубов. Это самое распространенное заболевание на данный момент среди всего населения. 95-98% взрослых людей имеют запломбированные зубы. Среди детей занимает первое место даже по сравнению с таким заболеванием, как астма. У нас в стране практически каждый страдает кариесом, имеет пораженные зубы или леченные. И, к сожалению, гигиену полости рта у нас соблюдают лишь 5% населения, что впоследствии ведет к поражению зубов. История происхождения данного недуга берет начало еще с древней цивилизацией. Единой теории о причине возникновения кариеса на сегодняшний день тоже нет. Последние исследования показывают, что все-таки это основное изменение кислотно-щелочного баланса полости рта. Это возникает из-за действия микроорганизмов, которые вызывают гликолиз, то есть брожение углеводов, остатков пищи, которые у нас находятся во рту. Поэтому это одна из основных причин. И, в принципе, там очень много факторов. Это и питание, и вода, фторирование ей нужно обязательно. Это последние данные. Значит, у детей возникновение кариеса очень часто связано со стрессом во время беременности матери. Это состояние слюны, это генетический фактор, это иммунитет человека. То есть, когда происходит дисбаланс всего этого, и оно скапливается, то образуется кариозная полость. Это очень распространенное, это самое распространенное заболевание. Например, в странах Азии, Африки их меньше, скажем, чем у северных народов и те, кто живут, скажем, ближе к северу. Следующее, что важно знать, это классификация и этапы кариеса. Конечно, есть различные классификации. Именно есть классификации в зависимости от глубины поражения, допустим, какой бывает кариес. Это поверхностный, средний кариес, глубокий кариес. Классификация различных дальнейших его осложнений в виде пульпитов, периодонтитов, зубов. Поэтому это чисто клинические такие классификации, которые применяются в клинической практике при лечении различных видов поражений. И поэтому эти классификации, они международные и используются в медицине. Значит, первый этап – это этап пятна, потом идет поражение эмали, потом поражение дентина, и в дальнейшем поражаются уже мягкие ткани зуба, это пульпа. И в дальнейшем уже это идет осложненный кариес, и уже идут осложнения. Стадию пятна может заметить только врач. То есть обычный человек этого не увидит, поэтому нужно посещать врача обязательно раз в полгода, проводить профилактические осмотры. Потому что в стадии пятна можно современными методами лечить, восстанавливая кристаллическую решетку эмали зуба, без инвазивных методов, то есть без припоровки. Следующий этап – это поражение эмали и дентина, когда уже ведется лечение без припоровки. Это практически хирургическое вмешательство, и вылечить этот кариес невозможно. Хотя сама ткань, эмаль, является одной самой твердой ткани. Но под действием кислоты они очень быстро разрушаются. Из-за этого происходит дальнейшее разрушение зуба, и потом уже идет, когда задевает воспалительный процесс в мягкие ткани зуба пульпу, то, конечно, появляется зубная боль, и это является чаще всего, чтобы человек обратился к стоматологу. Но это уже идет как осложнение кариеса. Самая неприятная ситуация – это когда стадия болезни перетекает в осложнение. При такой ситуации первые признаки и симптомы не дают нам покоя. Ну, конечно же, в каждой степени поражение, оно протекает по-разному. В начальных стадиях это какие-то элементарные, может быть, нарушения в виде наличия какого-то пигментированного пятна на поверхности зуба, и все. А при более глубоких поражениях возникают уже и болевые ощущения. Это реакция на холод, это реакция на сладкое, может быть, которые провоцируют какие-то неприятные ощущения у пациентов при приеме пищи. А затем, естественно, застревание пищи, может быть, в этих полостях, что тоже приводит к определенному дискомфорту. Ну и в дальнейшем уже при более серьезных отложениях проявляются более серьезные изменения, более серьезные болевые ощущения, естественно, дискомфорт, вплоть до того, что пациент может потерять зуб или получить воспаление вообще в целом зубочерестной системы. Осложненный карис – это воспаление пульпы, то есть нервно-сосудистый пучок, который находится внутри зуба. Это воспаление тканей вокруг зуба, периодонтит, переоститы. Потом это, если человек запускает, воспаление – это абцессы и флегмоны, вплоть до смертельных случаев, возможно, такое, если человек не обращается за помощью, конечно. Это все запущенные формы. Потеря зуба – крайне неблагоприятный процесс. И удаление нервов приводит не только к гибели клеток, но и пагубно отражается на общем самочувствии. Ну, конечно, отражается, но дело в том, что у нас зубы же не только жуют. У зуба много функций. И защитная функция пульпа выполняет. То есть пока в зубе сохраняется пульпа, зуб живой, он выполняет все функции. Чем хорошо, когда человек обращается вовремя, то есть восстанавливается форма зуба, и он выполняет все функции стопроцентно. Как только удаляется нерв, то функции зуба, то, что он должен выполнить для организма, они уменьшаются. И если взять китайскую медицину, когда проходят все меридианы и так далее, то каждый зуб у нас связан и с внутренними органами по меридианам. И вообще удаление зуба – это, в принципе, крайний метод уже, когда оцениваешь пользу для организма и вред для организма. О чем идет речь? Нужна профилактика, и человек должен вовремя приходить к врачу. Достаточно прийти на осмотр. Да. К сожалению, наши руки до нашего здоровья доходят в последнюю очередь. Когда первые этапы поражения невозвратимы, мы обращаемся к специалистам лишь в тот момент, когда воспаляется десна, и мы начинаем чувствовать сильные болевые ощущения, которые не дают нам покоя. При такой ситуации врачи используют при лечении зуба анестезию. В стоматологии возможно применение любого вида общей анестезии. Это может быть лечение зубов под тотальной внутривенной анестезией, это может быть лечение зубов под общей анестезией в условиях искусственной вентиляции легких или же с применением ингаляционных анестетиков. Все будет зависеть в первую очередь от индивидуальных особенностей пациента, от травматичности и объема предполагаемого оперативного вмешательства или же процедуры возраста пациента, характера компенсированности его сопутствующих заболеваний, если они имеются. Другими словами, решение вопроса о применении того или иного метода анестезии общей в каждом конкретном случае должен решаться индивидуально. Каждый из этих методов анестезии имеет как свои преимущества, так и недостатки. К сожалению, до сегодняшнего дня еще не изобретен идеальный анестетик, который обладал бы всеми свойствами обезболивающего препарата. Но, как говорится, мы знаем точно невозможное возможно, и как раз таки эту возможность нам предоставляют специалисты пятой клиники. В Центре хозорасчетной медицины, открытой на базе городской клинической больницы номер 5, существует отделение анестезии, укомплектованное высококвалифицированным персоналом, который сделает процедуру лечения зубов максимально комфортной и безопасной для всех пациентов. Более того, этот центр обладает достаточной материальной технической базой для практически круглосуточного оказания соответствующей медицинской помощи, специализированной медицинской помощи, необходимой в этом направлении. Методы лечения инвазивные и неинвазивные, то есть с помощью препарирования в машинке и химические методы, когда используются препараты фтора, а потом новые препараты есть, когда насыщают эмаль зуба кристаллами фтора, фторопатит, потом кальция и восстанавливается кристаллическая решетка эмали, и зуб становится здоровым. Это чаще всего применяется в детском возрасте, то есть оно наиболее эффективно. И первая стадия – это стадия пятна. Технологий много, протоколы специально ИСО, мы работаем по международным протоколам. Во-первых, удаляется именно сам, конечно же, причинный зуб, если он уже, конечно, нет возможности его сохранить, и лечится уже осложнение в плане обычных хирургических мероприятий, превоспалительных – это дренирование вскрытия гнойного очага, дренирование гнойной раны, то есть активная антибактериальная, дезинтоксикационная терапия, ну, что приводит к дальнейшему, конечно, выздоровлению. Из отдаленных, конечно, осложнений – это, естественно, это может быть, что потеря одного или двух зубов, что приводит к нарушению именно зубочелюстной системы, прикусок, снижению активности выживания, нарушается акт выживания, и приводит к тому, что в дальнейшем вынужден пациент протезироваться, восстанавливает целостность вот этой зубочелюстной системы посредством отопедического протезирования и установки имплантов, что, естественно, тоже создает дополнительные проблемы для пациента, как и моральные, физические, как и финансовые, что заставляет пациента в будущем восстанавливать это. И все начинается с того, что вовремя не леченый обычный, может быть, кариес. То есть обычный, не леченый маленький кариес может привести к таким осложнениям. Вот мы и подступили к одному из главных вопросов – это профилактические мероприятия, нацеленные на предотвращение появления кариеса. Раз в полгода, то есть человек должен прийти на осмотр, потому что, когда врач осматривает, он смотрит не только зубы, он может увидеть и начало таких сложных заболеваний, как онкология, например, изменения может увидеть. И это тоже профилактика обязательно, да? То есть это обязательно посещение врача. Это гигиена полости рта. Чистить зубы два раза в день, утром после завтрака, вечером перед сном, не менее трех-пяти минут. Один из важных вопросов – это регулярность и дело привычки, потому что почему мы обучаем детей, как только у них появляются зубки, родители должны обучать ребенка чистить зубы. Для чего? Потому что должна образоваться навык, который переходит в привычку. И человек, привыкая к этому, он уже будет бесконтрольно, после становясь старше, он будет это делать. Поэтому ему будет некомфортно с нечищенными зубами. Профилактика кариеса, как мы узнали, это короткий путь к здоровой улыбке. Ведь на сегодняшний день кариес и его осложнения занимают львиную долю всех заболеваний полости рта. Хотите иметь безупречную улыбку? Тогда вовремя обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин